Первоуральск отметил День Победы. Традиционно праздничные мероприятия 9 мая начались у Вечного Огня. На торжественном митинге первоуральцы почтили память погибших героев-металлургов. Какой вклад они внесли в победу над фашизмом, расскажет Елена Цивилева. Под звуки оркестры, исполняющего песни военных лет, у Вечного Огня собираются металлурги. Впервые с начала пандемии здесь проходит массовый митинг в честь Дня Победы. Руководство, сотрудники и ветераны первоуральского новотрубного завода ТМК пришли отдать дань уважения и почтить память тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Все наши оружия, вот это как мои уже говорили-то, родители, они не выходили из завода. Все готовилось для войны. Все от новотрубного завода. Не даром же четыре ордена получено. И мы тоже, послевоенные, вот пришли туда, в этот завод, точно так же работали. День Победы для металлургов – один из главных праздников. В годы Великой Отечественной на фронт ушли более шести тысяч заводчан. Более восьмисот из них с войны не вернулись. Оборону первоуральцы держали и вдали от линии фронта. Те, кто остался в тылу, в том числе женщины и дети, круглосуточно трудились в цехах. Ими было освоено 129 новых видов труб. Это и оболочки реактивных снарядов знаменитых «Катюш», и стволы артиллерийских орудий, авиационные бомбы и противотанковые гранаты. Заводчане приняли оборудование западных областей нашей страны. И за короткое время построили и запустили станы и новые цеха. И это был трудовой подвиг. Подвиг, благодаря которому наша промышленность стала получать стратегически важную продукцию. Самый тяжелый период войны – в январе 1942 года. За образцовое выполнение заданий Государственного комитета обороны новотрубный был награжден Орденом Ленина, а в марте 1945 – Орденом Трудового Красного Знамени. Подвиг первоуральцев помнят и чтят по сей день. Ежегодно мобелиска проводят вахту памяти. Дети сотрудников читают стихи о героизме советских солдат. Металлурги заботятся о ветеранах. В этом году начали писать книгу памяти. В течение года и последующих лет мы будем наполнять ее определенными событиями, которые касались как раз нашей победы 1945 года. И о том вкладе, который произвели наши сотрудники во время войны. Сейчас на стеле высечены 752 фамилии металлургов, отдавших жизнь в борьбе с фашизмом. Еще 118 на мемориале, установленном на территории старотрубного завода. В память о них спустя годы сотни красных гвоздик и минута молчания. Елена Цивилева, Андрей Волков. Новости Первоуральск.